а его ну происхождение а его семье кто он был кто были его родные из какого круга он как он воспитывался сейчас не могу просто повторять я надеюсь что вы это помнили или записали остановились мы вот на чем что подошло ему время жениться надо сказать что для любого человека мужчина или женщина в период когда создается семья важное дело но для царствующих особ для императоров для царей для королей это было в те времена когда они играли большую роль а в россии в это время помните я вам говорил что это было самодержавие это такая власть которые сейчас в мире практически нигде нет да это это значит как что один человек является главным по всем вопросам в стране и поэтому от него очень много зависит так вот для того как как сложится его семейная жизнь это играло большое значение я когда вам это рассказывал про Ивана Грозного если вы помните говорил какую это играла роль какую это роль играла в жизни Петра Первого и так далее значит вот наступила этот период для Николая Второго здесь он в этом отношении не был исключен так получилось что его жениль, его семья сыграла очень существенную роль во всем его царствах так получилось почему? вот я спрашивал что такое за человек я вам кого-то из вас спрашивал вот поддаетесь вы влиянию или нет? да? да? как? тебя можно быстро отговорить чему-нибудь? в чем-нибудь уберить или нет? есть люди разные разный характер вот этот образованный был человек очень выдержанный очень вежный все говорили милый человек вот как я только с ним общался все говорили какой милый человек он не был такой вот заносчивый ну это царь огромный многомилево мы страной я самой большой страной в мире как говорится командовал но говорят в обращении был очень милый человек со всеми разговаривал в чем у него была замечательная память он мог его помнил и сказал какой командир в каком полку по фамилии мог назвать он говорит знал номера всех гвардейских там полков мог назвать память замечательная когда все удивлялись когда кем-нибудь там знаком а я знаю у вас там папа ваш Иван Иванович тетя Марья Петровна все были господи царь меня помнит обо мне знает в этом отношении но у него не было воли вот это по-русски что означает слово воля вот ну как ты думаешь что такое слово воля значит он решает что он будет делать то что решает а вот он может быть и решает а вот заставить других да проводить линию свою так называется линию да вот ты решил что-то да а тут всегда трудно и то не получается и то не получается и то не получается и денег нет и и кто-то не согласен и не и начинает спорить и так далее и так далее вот надо иметь волю проводить свою как говорят линию да вот он это не уме не то что не умел ему это было очень не не по сердцу как да вот он не не любит он вообще по натуре был человек непредназначенный для того чтобы команды вот так говорят вот есть люди которые лидеры вы знаете слово лидер да лидер да вот этот человек который любит хочет чтобы за ними все шли да он первый он команду а есть люди которые это не нравятся это не любят это неудобно вот знаете вот было такое когда уже он умер о нем были воспоминания и вот один человек который очень хорошо знал говорит что он ему один раз так признался так он сказал вы знаете я никогда ни о чем серьезном задумываться не хочу если я буду о серьезных вещах задумываться я уже завтра буду в гробу вот так человек сказал да о серьезных вещах думать не хочу годится такой человек чтобы управлять государством нет нет а он может быть очень хороший и милый человек да вот я не хочу да и вот когда с ним начинали разговаривать говорит вот с ним можно говорить он очень приятный он спросит их как ваше здоровье и как ваши дети и все такое как только речь заходит о серьезных делах он сразу уходит что не хочу да вот и поэтому очень важно было кто на него будет оказывать влияние мы кто ну конечно члены семьи оказывают влияние это ясно да но члены семьи тоже бывает а если он встречается с человеком в данном случае вот с невестой со своей у которой совсем другой характер у нее характер был такой она никогда не сомневалась что она права вот так вот есть у вас такие девочки которые всегда правы вот кто она была она была вообще так говоря считалась немецкой принцессой то есть была дочерью одного немецкого герцога я просто говорил что в Германии в те времена примерно до 1870 1875 года Германия состояла из большого числа государств не было такого государства как Германия вот и были там много разных там было по-моему 30 в это время уже государств вот вот одним из этих государств было такое государство Гессен и вот у этого Гессенского герцога было несколько детей в том числе вот была эта девочка но особенность ее была в общем что она была если не только Гессенской принцессой она была внучкой английской королевы Виктории английская королева Виктория это была знаменитая очень английская королева это было время когда самым сильным государством в мире вот сейчас считается Америка самая сильная самопогатность вот а в те времена считалась Англия действительно была Англия это была английская империя ей принадлежала Индия там в Африке огромное количество колоний во всем мире во всем мире это была сильнейшая страна в мире и вот королева Виктория она очень долго жила она была царством очень долго лет 50 или больше и вот это была ее внучка и фактически она воспитывалась не в Германии она воспитывалась в Англии у этой королевы Виктории и говорят была ее самая любимая внучка у нее было много внуков и вот это была самая любимая вот ее звали Алиса Алиса Гессенская Алиса да вот вот и это Алиса Гессенская была в России до еще тогда когда он был очень молодой ей было 12 лет она приезжала в Россию потом она приезжала в Россию 16 лет почему так получилось потому что ее старшая сестра вышла замуж за великого князя то есть за дядю за одного из дядей Николая ну тогда это там обязательно было принцы с принцессами должны были жениться нельзя было выходить замуж или жениться за другого происхождения значит искали надо было найти какую-то принцессу для великого князя иначе он не мог жениться значит нашли ему вот такую вот внучку Виктории старшую а потом когда была сумма